Комарины селфи на ход ноги И погнали Очки побереги Очки не забрызгал Погнали Пойдем проверим Все это есть Нету вот так Давай А экспириенс-то иди А ну нафиг Ты вчера чем ловил по конец Ну у Хариуса мы ездили вчера Ловили уже на экспириенс А потом и щуку уже ловили, я им не ловил Забыли Там на берегу что ли? Да, в самой дальней точке Щука отменяется Идем обратно туда Что делать-то Ладно, карабин взяли Тогда если далеко пойдем, то карабин возьмем Да? Может заодно медведя там увидим Так, а бумаги взял Медведя-то Так, бумаги взял Озеров Гонков Гонков Озеров Четыре лицензии Пока еще ни одну не закрыли И что-то как-то Планы были пойти на Другое место Поближе к горам Вот И там был бы Больше бы шанс Увидеть медведя Побиноколевать его по горам А тут что-то такая Низина река На реке им еще, конечно Пока рано делать нечего Рыба еще в речку не идет На нерест Вот И видимо он где-то В тундре собирает Старую ягоду Корешки В общем на таком На Вегетарианском Корму Ну что и поедем за экспириенсом Тогда сейчас Карабин Почему расчехленный? Потому что лицензия Для регулирования Численности медведя И лодка Катер Вписаны в лицензию И подразумевают В принципе Стрельбу Вплоть Как бы с любых Механических Там транспортных средств Вот Это не спортивная лицензия А именно лицензия Регулирования численности Красава Вплоть 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 Это медведь, даже не очень старый. Травка вкусная у нас, перески всякие. Вот лапка его. Вот он ходил. Что, щуку попробуем поймать? Вдруг она здесь есть. Там вроде глубина, режим, течение. Есть шанс. А еще здесь борзые. Хорошо, но мелковата кольчушка. Надо хотя бы раза в два побольше. Будем стараться. Нельма. Не такая уж и большая. Не заткнулся, ремонт. Тихо, тихо, тихо. Нет, мне руки жег. Три треника-то вытаскивать. Офигеть, набустиг. Поверхностный большой-большой букер. Мы поймали того, вездесущую в это время почему-то нестандартную. Немного. Давай, иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 давай. Хорошая была жаба, но со струей я ее не стащил. Она просто... Просто сошла. Есть. А это новый рейндж и мэр. Ловит, зараза. Это вам не это, как его. Нехарился теребить. Я думаю, где-то килограммчиков, наверное, 6,5-7. Ловящего все время, кажется, больше, чем предполагают его собратья. Ну, за 6. Тоже, да. Примерно 6 полков. Согласен. Ай, Марта, продолжай траву. Пошла домой, пошла домой, красавица. Лучшая поклевка за этот выезд. Ух, прям адреналитчик ухапнул. Нормально, хорошо. Ну, может, не такая, как Усаш. Хе-хе-хе. Ну, 4,900. 4,860. Некрупная. Сашка, давай на бифрёст легенький. До 12 у тебя, по-моему, да, там? До 16. До 16. Вот давай, как раз пойдёт, попробуешь поймать трофеечку. 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 Моис Movie. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так уже прикольно Волшебный под рукой лазерманчик Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поедем вниз Далеко ушли от реки Более такой живой Где больше рыбы Где водятся Сиги, Хариус, Энельма Поднимается красная рыба Это речка Сундрова и в ней она такая Мертвая у нее щука Как я понимаю Чуть-чуть от слияния этих двух рек Поднимается Отдохнуть от холодной воды Ну и постоять в тишине Без течения А выше она уже сюда и не заходит Потому что Ну, кормовой базы нету Она лишь начальник спротивлялась А потом вдруг решила Вот стоило мне проснуться Сразу рыба и поперла Четыре восемьсот шестьдесят Минус грамм сто Весь леберь Смотри, у нее брюхо резаное Резаное Это не та коробка Надо поглубь Боу-стик был Тут просто дали такая волна Папа, Саша, тебе плохого не писали Согласен Папа, Саша, вообще У меня тут танковохранитель сегодня Папа Звук Папа Минус Папа Минус Видишь что лазнь? Стоп 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 Мне кажется 8 Ну, это хорошее Побольше Ну вот такая дыточка есть. Включил? 6400. Показать, вот он. Шарман? Следующий, тоже не меньше. Вот, смотри, следующий не меньше. Сами, лип-гриб, быстро, лип-гриб, лип-гриб. Прям метнуться? Бля, потому что я ее держу, она сейчас выскочит. На, ты не держи ее. Она упадет, и все будет завтра. Ты будь нежней. Я буду нежней. 6. 6. Без копеек 6. Не, вообще, кстати, такая нормальная. Не, надо завешивать. Давайте завешивать. Базара нет, переживай. Вот она во всей красе. Девяточка? Нет, нет. 8, 370. Так, чтоб ты понимал. Верю, верю. У нас на Чикотке честные, крепкие щуки. Санечка, короткую фоточку, пожалуйста. Ну чего, пока новый рекорд нашей микроэкспедиции 8 с копейками. Ну, нам надо вовсе, и мы будем упираться. Так, отпускаем. Пошла. Оп. Леха на прилове, а я на прибухе. Ну, я первый раз видел, что такого размера щука вылетела из воды вся. Вот при атаке приманки, она схватила приманку и на секунду, наверное, зависла вот эта вот рыба просто над водой, ну, на расстоянии, наверное, 40-50 метров. С первого в жизни такой, видишь. А улыбка. Не показалось? Нет, не показалось. Ай-яй-яй, куда? Что, берем? Куда? Что-то сейчас самое внутри. Этой моменту не надо. Вот пусть она погуляет. Она сейчас собиралась еще погулять чуть-чуть. Смотри, хвост торчит щучий. Ну, подведи. О, верят? Щучий хвост торчит. Семь. Семь есть. Вот приятно. Такую рыбалку я люблю, когда хорошая, зачетная, нервная вещичка. Еще 15. Сюда специально в поездку я взял самого мощного скальдо. Твичевую палку. Именно самую мощную, потому что у нее тесты формальные до 35 по Твичевому. А вот по мощности это где-то грамм до 70-80. И скажу так, вот эти щучки, как бы, чукотские, они довольно борзые. Они напрягают снасти серьезно. То есть, наверное, экстра хэви работало бы еще увереннее. Ну, спиннинг класс экстра хэви. Но есть одна беда. И некоторые примаки просто не проведешь. А здесь можно работать от 12. То есть, там, легким колеблом. И включая, соответственно, такие крупные примаки, как бы у стики там. Всякие еще другие. Поверхностные, подповерхностные. Ну, вот так вот. Таскаем. Дерем. Ну что, еще восьминочку. Опа. Ха-ха. Есть. Ну нет, не восьмерка. К сожалению, не восьмерка. Ну ладно, ничего. За счет. На самом деле, не как-то просто. Это килограмм 6. И все это дергается всей своей массой плюс силы на то, чтобы уйти. Здесь очень борзая щука. Чука хорошая, но в принципе, явно меньше, чем мы ловили до этого. Поэтому опускаем в воде и даже не достанем. Чего? Животину мучить. А вот так делается, когда рыба уходит под лобку. Спинник обязательно опускается вниз. Максимально по возможности глубоко. Иначе сломается. Все, устала. Промахнулась. Что-то не устала. Она промахнулась, она подбагрилась за низ. Она била, видать, как-то сверху, что ли. Я не понимаю, как она била этот тренок. Но она именно подбагрилась. Сейчас пойдет, сейчас пойдет. Опа, все, ушла. Кстати, хорошая, ребята. Хорошая? Не, не восьмер. Стандартно. Каким шесть? Куда ты пошла подъехать? Куда? Кто тебя пустит? Куда ты пошел? А. Не пустит. Звучит, посыл. Желая. Рука бойцов колоть устала. И ядрам пролетать мешала. Вон горы кровавых тел у нас нет. Нам столько щуки не надо. Мы, конечно, котлетки заделаем с одной, но на этом остановимся. Хороший, очень хороший. Затянешь? Вред знает, Бер. Это за 10, уверен. Я всегда, Кирюха, таких ловлю. Мне везет просто на таких рыб. Я большой, и они большие. Большая рыба к большому человеку. Фотографию на память. А как же? А как же? Есть только через импиллер ее пропустить. Устал я. Тихоти тихчук. А я ты говорил, что ниже должны крупнее ставить. Нет, Кирюха. Это я тебе сказал, что надо эксперимент поставить. Эксперимент поставить. Да, с Калиблом согласен. Ну, 10-500. 10-400. Одним вадень на 100. Да. Отпускай свою принцессу. Ютинг, конечно, выглядит вообще просто гигантский. Ну, за 10. О, что? Так, была. Солнце почти село. Едем на базу. Все. Хватит рыбалки сегодня. Десятки, шестерки. Все равно хоть... Сегодня хоть от ныль мы усилили, слава богу. Половили щуку. Супер. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...